Если сейчас они строят такие машины, то что будет, когда они вырастут? Сегодня во всем мире отмечается День детских изобретений, или как его еще называют, День детей-изобретателей. И в преддверии него в Набережных Челнах прошел отборочный республиканский этап соревнований по робототехнике. Некоторые конструкторы только закончили начальную школу, а уже научили своих подопечных различать цвета, формы предметов и выполнять различные логистические задачи. Подробнее об этом в сюжете. Трогать руками робота во время выполнения задания запрещено, только если команда решит обнулить заработанные баллы и начать проходить испытания заново. Судья засекает время и наблюдает, как машина перемещает по периметру кубики. Каждому цвету соответствует место на складе. Если робота расставит предметы правильно, не совершит аварии, то принесет своим разработчикам максимальное количество очков. Он состоит из разных лего-балок, шины. И главное, что распознает, вот цветовые датчики. А самый главный мозг в этом роботе – это блок. Блок – это разум, который закладывает в робота-программист. Однако все предусмотреть и настроить для выполнения задания совсем непросто. К сожалению, датчики не идеальны, моторы не идеальны, поэтому ему нужно очень… Есть огромная доля везения, чтобы робот все сделал. Датчики иногда работают неисправно. И моторы барахлятые. И от износа колес все зависит. То есть очень многое зависит все-таки от везения. Есть два зачета. 80 команд, то есть 160 участников делятся на две возрастные категории. Те, что помладше, говорят, что у старшей группы уровень сложности роботов значительно выше. У них больше труда. Роботы старшей группы работают по более сложным алгоритмам. Им нужно распознавать не только цвет, но и форму предметов. И уметь их отрывать от земли. Кубик должен поднять на 10 сантиметров. К тому же у младшей группы у них больше линий, чтобы ориентироваться. А у нас практически нет никаких ориентировок. Вся республика собралась сегодня сюда. Значит, делаются отборочные соревнования. Вот они вот в таком виде. Отбираются лучшие команды, и они проводятся как бы более высокий уровень. Он будет проводиться в Казани. Там будет 3-6 команд всего вот из этого состава. Честь побороться за право представить родной край на уровне страны получили 12 команд в двух возрастных категориях, чьи роботы совершили меньше ошибок и действовали быстрее машин-конкурентов. Среди прошедших в следующий этап 4 команды из набережных Челнов. Егор Орлов, Радиганеев, Челны-24.